Я хочу поговорить немного о рекламе. Даже не о рекламе как таковой, а скорее о приеме, который многие рекламодатели и производители товаров и услуг как-то подзабыли. Прием этот или принцип, или идеология, называйте, как хотите, в моей интерпретации звучит быть полезным. Я вообще редактор, копирайтер, и по работе в разное время, последние года три, я в разных интерпретациях эту идею встречал. Но всякий раз она была подана каким-нибудь американским маркетологическим углом, и очень сложно было из нее вычинить суть. Но когда в один момент, может быть, с полгода назад она у меня кристаллизовалась в голове, у меня полностью начисто отпал вопрос, что вообще писать в каждом отдельном случае. И эта идея изменила мою жизнь, и теперь я хочу поделиться ей с вами. Но сначала небольшую историю расскажу. Сегодня здесь среди нас моя жена Оксана, она снимает это мероприятие. История связана с ней. Может быть, пару месяцев назад, где-то около двух часов ночи, мы собираемся лечь спать и чистим зубы. Заканчивается зубная паста, и семья запасливая. У нас в ящичке для хозяйственных принадлежностей есть зубная паста. Вот такая. Ну и вот я прошу Оксану, достань, пожалуйста, зубную пасту. Она идет, достает, кстати, очень хорошая зубная паста, черная по цвету, вкус изумительный. Производитель сплат. Я открываю коробочку, и достает туда тюбик зубной пасты, и вот такую бумажку. Знакомая, да, эта бумажка? Это не реклама. Не рассказ о том... Вот она у меня в руках. Не рассказ о том, какая это чудесная, замечательная паста. Здесь нет ни слова о том, из чего она состоит, и как она лечит и чистит зубы. Это обращение генерального директора компании «Сплат» Евгения Демина. Это не реклама. Я хочу подчеркнуть это, и чтобы это прям засело в голове. И это очень странно, что это не реклама. Это больше рассуждение такое на философскую тему о том, как устроена наша жизнь. И этих обращений в разных пачках очень много. Вот в этом, например, Демин говорит о коррупции. Размышляет о том, почему, например, врач может своровать деньги на закупки лекарств для детей больных раком. У него есть тут такая строчка. Я бы так не написал, и меня эта строчка очень тронула. Я вам ее зачитаю. Уверен, что главная проблема в том, что у всех нас есть страх и неуверенность за свое будущее. А когда неуверенность высокая, никто не планирует надолго. Поэтому те, кто морально слабее, выбирают урубать кусок здесь и сейчас, боясь опоздать к раздаче. Ну и так далее. То есть, это просто такое обращение и размышление о жизни этого директора. И вот представьте себе ситуацию. Два часа ночи, завтра мне к первой паре в университет. Нужно срочно ложиться спать, буквально каждую минуту на счету. И вместо этого мы с Оксаной сидим и читаем слух вот это обращение. Захлеб от начала и до конца. Мне кажется, мы делаем это, потому что человек, который это написал, относится к нам с уважением. Не конкретно к нам с Оксаной, а к каждому своему потребителю. И дело здесь не в том, что он уважает лично каждого потребителя. А в принципе, его жизненная позиция такая, что его потребитель человек, который ему равен. Я слукавлю, если скажу, что я покупаю только эту пасту. Ну нет, если в магазине, скажем, если нужно срочно купить зубную пасту, а в магазине ее нет, я куплю какой-нибудь колги или блендомет. Но если она есть, я вам обещаю, я всегда покупаю склад, потому что ее создатель мне интереснее и относится ко мне. В общем, так, как мне приятно. А как ко мне относятся производители других товаров и услуг? Ну, сейчас давайте посмотрим на то, что они мне сообщают и подумаем, как они это делают. Ну, скажем, информационная тренинговая компания пытается мной сманипулировать с помощью лести. Они пишут, как умный человек, вы поймете это сразу. Ну, глупая, тупая и не очень веселая манипуляция, от которой даже иной раз грустно. Я показываю этот пример на курсе, как иллюстрацию фальши и заискивания. Это ужасно. Любой нормальный человек это сразу определяет. Ну ладно, это может быть не очень умная реклама. Другие люди, которые предоставляют услуги, скажем, банки, могут пытаться сыграть на жадности. Но как банк играет на жадности? Вот большой процент, да, или вот выгодные условия по вкладу. А есть банки, которые предлагают термос. Условия такие примерно, вложите миллион рублей, получите термос. И это я еще искал в интернете картинку. Помню, что были какие-то идиотские совершенные условия по вкладам. Пока я на следующий день после этого прошел эту картинку, не увидел газету «Метро» или «Метро», уж не знаю, как это называется. Я видел там «Инвестор-банк, пей чай, доход получай». Вклад 11.25, чай в подарок. 11.25 дается от 1 миллиона рублей. Миллион чай, да? Еще точно так же банки рекламируют пляжные мячи, летающие тарелки пластиковые, фризби, подстилки, зонты, банки мед, что угодно. А есть и этот же «Инвестор-банк» раньше делал рекламную компанию «Феноменальные вклады». Знаете, что они дарили? Фен. Фен, да, они дарили фен. Выпечатлены. Банок, да. Но это такая, может быть, это действительно идиотская реклама, ребята пытаются нас эпатировать. Но есть реклама вот такая, которая рассказывает, какой хороший у нас товар. Ну, это классический нормальный подход такой, только дело в том, что мне не особо интересно, какой товар чудесный. Я смотрю на него и иду дальше, мне это не очень интересно. Некоторые производители того же пива делают следующий шаг. Они говорят, как я должен жить и чувствовать себя, чтобы употреблять их напиток. То есть употребляешь наше пиво, значит ты жаждешь жизни, значит ты такой прекрасный и хороший. Вот что они думают обо мне. А что думают обо мне и производители следующего продукта, я не знаю. Я вижу здесь сички, и они меня радуют. Но есть аналогичное развитие темы, еще дальше за грани. Такая истина. Подводя итог вот этому небольшому анализу, хочется подумать, а как вообще эти производители относятся ко мне? Вот именно на примере этой рекламы. Мне видится, что я в их глазах человек под названием трафик. Это, знаете, это такая безмозглая масса, которую нужно окучить, которую нужно обязательно впарить в свой товарчик, в его служечку. Так как я трафик, у меня есть только самые базовые инстинкты, рефлексы. Думаю я в лучшем случае с желудком. Ну и вообще как-то покажут мне, ну я значит и куплю. Из этого же подхода вытекает миссия компании. Вместо того, чтобы помогать что-то делать, на самом деле просто как можно больше сплавить своего товара. И вот здесь, мне кажется, та самая точка, на которой нужно остановиться и рекламодателям, в общем-то, оглянуться и подумать, а ради чего они все это затевали. Объясню. Суть моего подхода в том, чтобы перестать относиться к потребителям как к трафику, а начать видеть в них живых людей, равных самому производителю, тому, кто делает эту рекламу. Скажем, приходит ко мне заказчик с предложением наполнить текст, там, сайт, мастерской по ремонту ноутбуков. Ну, ремонтирует ноутбуки, нужно сайт открыть, чтобы в Яндексе люди приходили и сдавали им свои ноутбуки. Какая миссия в этой компании будет вот так по-хорошему? Ну, на мой взгляд, это что-то вроде помогать людям как можно реже покупать компьютеры. Ну, или продлевать срок службы компьютера. Исходя из этой миссии, на главной странице сайта по этой мастерской должна быть инструкция, что делать, если вы пролили на ваш компьютер колу или кофе. Или как сделать так, чтобы шерсть от ваших котов не запила ваш радиатор. Вот недавно была с этим компьютером настоящая такая проблема. То есть на главной странице должна быть не информация о том, какие у нас чудесные мастера, а о том, как решить самую насущную проблему клиента. Вот это, на мой взгляд, было бы правильно. Американская компания Интуит, это такой российский 1С с облачным наворотом. Они делают облачную бухгалтерию для почти всего малого бизнеса США. Они запустили сайт Ингком, который формально с ними никак не афелировал. Но на свои деньги собрали редакцию, организовали производственный процесс. И на этом сайте каждый день публикуются статьи для малого и среднего бизнеса. Все от налогового учета до найма сотрудников, до менеджерских школ и всего что угодно. При этом Интуит со своими облачными решениями никак здесь не рекламируется. Может быть раз в полгода подписчики, которые поставили галочку получать рассылку от партнеров, получат, может быть, их рекламу. Может быть. Ну или они объявят о конкурсе от Интуит на этом сайте. Но они не пытаются продаться, они не пытаются впарить как можно большего числа людей в свои услуги. Нет. Они откровенно, искренне и, в общем-то, за немалые деньги реально пытаются помочь малому бизнесу. Любой другой пример. Автошкола. На главной странице должно быть не сколько это стоит, а в какое время года нужно начать обучаться в автошколе, чтобы не сдавать на морозы. Или вот на полном серьезе сейчас. Почему бы автошколе не разносить на главной странице инструкцию, как самостоятельно собрать документы, куда их отнести, кому сдать, сколько заплатить, чтобы самостоятельно без автошколы сдать на правду. Это было бы правильно. Например, компания, которая продает кофе в зернах, они должны сделать рецепт того, как этот кофе молоть, на каких кофемолках, в каких кофеварках заваривать и как смешивать с молоком. Компания, которая производит кофеварки, должна сделать такую же инструкцию, но уже не продавая свой продукт, а помогая найти правильный сорта кофе. Компания, которая продает противоугодные сигнализации, может предложить обзор лучших страховок от угона автомобилей. Тоже очень неплохая идея. Ну и дальше можно продолжать в таком духе, сколько угодно. Вот реклама, которую мы с вами только что посмотрели, она ведь неплохая. Точнее так, на общем фоне она неплохая, но, мне кажется, ее создатели забыли об одной еще и важной вещи. Мы можем сколько угодно возбуждать зрителя, можем его развлекать, ну или что мы там пытались сделать. Мы можем формировать его картину мира, или рассказывать о нашем продукте, или даже рассказывать ему анекдоты. Есть анекдот, не анекдот, а реклама. Купите квартиру, футболка в подарок. Мне кажется, что это просто шутка такая, хотя, возможно, это не все в знакомом серьезе. Так вот, они могут делать с потребителем что угодно, но они должны забывать, что платят в итоге люди только за то, что приносят им пользу, или за то, что избавляют от вреда. Что избавляют от вреда и приносят пользу? Только то, что мы туда закладываем. И задача наша, как людей, которые производят эту информацию, оказаться в этом смысле полезной. Хочу вам показать еще одну штучку. Как вы думаете, что это? Вот эта вот коробочка? У вас кинутая газета. Да, это фотография из моего подъезда. В эту коробку сбрасывается вся информационная продукция, газетки, листовки, брошюрки, рекламки, которые в этих ящиках не нужны. Всякий раз, когда я сейчас сажусь что-то писать, я думаю, вот если бы то, что я сейчас написал, оказалось в почтовом ящике, его бы отправили в коробку или нет. И я пытаюсь сделать так, чтобы не отправили. А делается это очень просто. Нужно оказаться полезным. Спасибо. И у меня есть вопрос. Предположим, что сейчас эта запись попадет в интернет и ведущие мировые агентства подхватят эту идею и решат взять этот принцип на вооружение. И мы увидим десятки и сотни и тысяч реклам, которые за всех сил стараются быть полезны. Прямо нас просто зальют этой полезной информацией. Что будет тогда? Утратит он актуальность или нет? И как сделать так, чтобы это не оказалось абсурдным и упащим ножом? Антон, пожалуйста. Максим, тебе надо было с идеей с компережностью наступать вместе. Вы говорите про две стороны, а одна и та же проблема. Наверное, если у организации хорошая реклама, которая полностью в моем мире и полностью без проблем, но обращаясь туда, мне камят, любят, не любят меня совершенно никак или любят нас слишком сильно, вот такая реклама мне поможет. А вот если в организацию звонишь, там все хорошо, тебя любят и так далее, и еще у них реклама хорошая, вот тогда это синдиоз, который в самом деле поможет. А если у всех реклама? А если у всех будет реклама, но тогда жизнь станет замечательной и все будут пользоваться услугами ближайшего, самого близкого, самого удобного, самого, я не знаю, выгодного предложения. И не будут обращать внимания. Ну не то, чтобы инвентарь, просто не будут обращать внимания, но если везде одинаково хорошо к меня любят и относятся, это перестанет быть дифференцирующим фактором. Но зато вот так, в тот момент те, кто относятся плохо, исчез. Мне кажется, это не ответ на вопрос, потому что все равно должна появиться сила, которая будет пытаться вырваться вперед. Потому что надо же построить какую-то новую систему, которая приводит гораздо больше клиентов, чем все, что делают другие. Какая это будет система? Что изменится на рынке тогда? Скорее всего, когда все будут полезными, появится кто-то из тех, кто просто будет говорить правду. Что, ну, возможно, у нас не самый лучший кофе, или там еще что-либо, но мы, допустим, там, вместе с ним обоградим чашку. Все равно, все возможно. Ага. История закрылась. Просто все равно найдутся те, кто попытаются как-то вырваться вперед, неважно каким способом, но просто захотят выделиться. Цена, чей рекламу всегда выделяется. Сделай вклад, получив того, если все будут правильные, будут как-то неправильные, будут выделяться. Тогда ценность этого приема уменьшится, или мы так и должны это действовать? Если это будет повсеместно, конечно, ценность не уже будет, тогда это почти 0 лет. Нет, ценность не пойдет. Ценность останется. Просто эффективность продаж, возможно, изменится, но ценность останется там. Я очень хочу услышать мнение Артема. На какую тему? На тему, что будет, это все будут полезны, светят свою жизнь. Так мир – это пирамида. Это невозможно. То есть все не могут быть отличниками, там, все не могут быть самыми богатыми, самыми умными, самыми красивыми. То есть это всегда какое-то, как карабканье на гору. Поэтому здесь это про новую. То есть, значит, польза – это же что такое? Это, в общем, ценность, которую люди видят, вот, и которую они воспринимают. Собственно, если они ее начнут видеть лучше, ну, значит, просто выделятся те, кто действительно полезнее. То есть еще изменится восприятие ценностей. Да, другое дело, что все-таки мир управляется равностью. Вот. И так или иначе, ну, то есть, мы все-таки рассматриваем, что это просто как прием, как сделать так, чтобы ты продал ту лучше. Ну, то есть, тебе кажется, что вот это победит, да? Мне вообще нравится это очень сочетание передовинца и баннера. Хорошо, принимается. Кого еще мысли? Что будет в идеальном мире, когда полезнее быть просто неудобно? Все стали друг друга рекламировать. Ты, я что-то можешь сказать? У меня почему-то полное ощущение, что если все будут полезными, то все сразу перестанут быть полезными. Потому что вот в этой пасте, которую я тут пример привел, там, если я все правильно понял, речь идет о том, что какое-то медицинское оборудование, кто-то куда-то ворует. А, собственно, почему тебя волнует этот вопрос? Меня вот на самом деле не очень волнует, если я пасту покупаю. Мы обращаем на это внимание, потому что они единственные разговаривают не как с идиотами. Но если предположить, что все там пять паст начнут писать такие же штуки, я там в тот же день перестану вообще их читать. Мне это будет неважно. А как кто-нибудь, например, пошутит или комикс нарисует в такой штуке первой? Я думаю, о, как клево, я люблю комиксы, особенно если они смешные. Я буду их покупать. Поэтому вот эта штука с полезностью, мне кажется, она настолько субъективна и настолько играет просто на контрасте с сиськами Семенович и там чай-получай. Пока это работает. Но вот, до поры говорим. Спасибо, Илья. У меня есть такое выступление лирическое, которое про пользу. Меня зовут Борис. Чай. Да. У меня такая история была, мне как бы было жалко тратить деньги на iPhone, потому что там, ну, 20-30 тысяч. Я хотел со старыми окей. А брат у меня старше, а он такой анаптист, он просто не хочет покупать, потому что все покупают. И мы вот так с ним сидели без iPhone и потом решили продавать, значит, в Москве мобильники, которые умеют позвонить. Я буду рекламировать. Ну, есть такие. То есть он не умеет писать SMS, он не умеет там тебя находить по картам, он ничего не умеет, умеет только принять трубку и можно положить трубку. И все. Офигенно модным стало. То есть у всех вокруг полезные телефоны, у нас что-то больше людей, которые бывают, а у нас мало какой-то бесполезных телефонов. Так что, так и обратную путь саму. Речь идет, наверное, о телефоне сжона, я думаю, порекламировать, который стоит 100 долларов. Ну, почему же он бесполезный? То есть это вопрос того, что такое пользование. Да, ничего и существует телефон. Если у вас базовое значение, звонить, вот его главный польз. Поэтому, когда у тебя есть что-то с огромными кнопками, где ты просто набираешь телефон, звонишь, и при этом получаешь там, там и тарифы какие-то очень тяжелые. Ну, это нормально. То есть там, не помню, в чем там история, что тут чуть ли не дешевле, чем у тебя это, что ты к нему звонишь. Можно осмотреть все, все услуги. Ну, да, да, правда, звонка. Это очень хорошая новость. Но это правильная ремарка, потому что я там уже не могу быть своей инфридент. Мне очень полезно. Случайно, это самое сахарное. Ну, да, сахарное. Ну, это просто, в принципе, меньше-больше. Хорошо. Спасибо, Боис, спасибо, Артем. Какие еще соображения? Ну, просто у нас греется кофеварка. Нам не обязаны подходить. Спасибо, друзья. На этом мы закончим нашу часть докладами. Давайте попрощаемся с теми, кто с нами был в интернете сегодня. До свидания, друзья. Спасибо.